В Махачкале 13.45 в студии Бедерниси Гусейнова, редактор выпуска Шарипат Шульгина. Дом.рф разработает мастер-план Махачкалинской агломерации. Об этом говорили на встрече гендиректора Института развития в жилищной сфере Виталия Мутко и главы Дагестана Сергея Меликова. За счет пожертвования Дом.рф уже проведена системная работа по перезагрузке Дербента. Разработан мастер-план, внедряется дизайн-код улиц, обновляются общественные пространства. Поблагодарил сегодня Виталия Материевича за то, что Дом.рф активно работает у нас по государственной программе в городе Дербенте. Благодаря сотрудничеству с Дом.рф мы получили перспективный и современный мастер-план, по которому сегодня наш самый южный город, который востребован сегодня туристами, который является, по сути дела, жемчужиной нашей истории, динамично развивается. Этим основным вопросом, который мы сегодня с Виталиевичем осуждали, это оказание помощи со стороны Дом.рф и соответствующего содействия со стороны Республики в разработке мастер-планирования территорий, которые будут иметь перспективное развитие. Хочу поблагодарить руководство и участников сегодняшней встречи за правильное и перспективное рассмотрение наших предложений, ну и за те решения, которые мы сегодня приняли в плане нашего дальнейшего взаимодействия. Надеюсь, это будет взаимовыгодным сотрудничеством, но, безусловно, самое главное, чтобы оно принесло пользу тем людям, которые проживают на территории Дагестана и приезжают туда любоваться нашей горной республикой. В Каспийске продолжается Всероссийская выставка племенных овец и коз. Сотни гостей приехали из многих регионов и развернули свои стенды. Форум включает не только обширную деловую программу, но и круглые столы и экспозицию сельхозтехники. Здесь же регионы-участники знакомят гостей с культурой своего края. О лучших в своем деле Диана Амиралиева. Эту шерсть буквально только что состригли с барана, который находится у меня прямо за спиной. Выход чистой шерсти 66,3% совсем скоро из вот этих пушистых комочков будет соткано качественное шерстяное изделие. Волгоградская, Ленинградская, Ивановская, Самарская области и, конечно же, знаменитая дагестанская баранина. Здесь на выставке животные разных пород. Те, которых стричь не нужно вообще и те, которые за свою шерсть получают уже не первую награду. Можете потрогать. Очень нежная, тонкая и выход чистой шерсти у нас 69%. Когда в некоторых других регионах, например, в Калмыкии 43% выход чистой шерсти. У нас доходит до 69%. В прошлом году средний паотар 68% был. Ну, в среднем 60% чистой в виде у нас шерсти есть. Но это хороший результат, очень хороший. Михаил Павлов заведует лабораторией в Институте племенного отдела в Тляратинском районе. Он уже пятый год. Довести до совершенства шерсть баранов дагестанской горной породы – одна из главных задач селекционеров. Ведь тогда продавать продукцию можно гораздо дороже. Не исключено, что в изделиях из тонкой и мягкой дагестанской шерсти будут щеголять модницы Италии и Парижа. Эта задача вполне решаема, вполне реальная. Потому что вот сейчас те животные, которые желательного типа, те, которые уже имеют именно, обладают тем шерстным покровом, которым мы ставили, цена на эту шерсть сейчас, вот Моамет, продает по 250 рублей за килограмм шерсти. То есть, если сейчас дают за дагестанскую горную 20 рублей цена, то сейчас 250. Цена и выгода здесь очевидна. Вокруг выставки развернуты подворья. Здесь можно познакомиться с работами дагестанских умельцев и купить продукцию горских фермеров. Весь день на площадке в Каспийске проходят круглые столы и деловые встречи. Эксперты оценивают животных. На этом этапе фермеры со всей России заключают договоры о сотрудничестве и делятся опытом. Посмотреть на разнообразие животных и работу выставки пришли и туристы. Начнем с того, что я их вижу первый раз в жизни, вот так близко. У нас их нет. Знаете, они такие красивые. Я не понимаю, но мне очень нравится. Выставка продлится еще два дня. Посетить ее может любой желающий. О том, кто из рогатых претендентов станет обладателем звания лучшего в своей номинации, станет известно в финальный день выставки. В Кизлиюртовском районе в конце следующего года появится новое мясоперерабатывающее предприятие со законченным циклом догмяса мощностью до 5000 тонн в год. Участие в торжественной церемонии закладки первого камня под строительство в селе Кульзеп принял премьер-министр республики Абдул Муслим Абдул Муслимов. Глава Кабмина отметил значимость подобных проектов республики, которые занимают лидирующие позиции по производству животноводческой продукции. О государственном предприятии, которое станет будущим флагманом и образцом развития всего сельскохозяйственного комплекса региона, хотя мы не средовоем. В селе Кульзеп дан старт строительству одного из самых крупных проектов по созданию мясоперерабатывающего производства полного цикла мощностью до 5000 тонн в год. ООО «Дагмясо». Проект реализуется с участием акционерного общества «Росагролизинг». Нашу аграрную сектор экономики составляет более 20%. И сегодня эти два мероприятия, они стекуются между собой. Потому что те начинания, те научные разработки, и те практические навыки и практическое применение этих научных разработок, о которых сегодня говорят на площадке Всероссийской выставки племенных овец и коз, результат всей этой работы, конечный результат, он будет здесь. Дагестан занимает лидирующие позиции по поголовью сельскохозяйственных животных и производству животноводческой продукции в регионе. Сосредоточена пятая часть овец и коз, производится треть всей шерсти и баранины России. Целью проекта, который сегодня к нам приехали в гости, является промышленная переработка мяса, производство мясной продукции широкого ассортименте. Заявленная мощность мясокомбината позволит в смену поработать мясо 50 голов крупного рогатого скота, 700 голов мелкого рогатого скота. Объем инвестиций составляет 1,4 миллиарда рублей. В рамках реализации инвестпроекта ООО «Дагмясо» также на территории района будут построены более трех откромышных площадок. В результате реализации проекта будет создано более 130 рабочих мест. Расширятся возможности наших фермеров осуществлять забои и переработку своего скота. Проект планируется реализовать до конца 2024 года. 110 лет со дня рождения народного писателя Дагестана поэта и прозаика Хизгилав Шалумова отметили в Махачкале. В вечере памяти принял участие и председатель правительства Дагестана о творческом пути и жизни литератора Патимат Сулейманова. Почтить память известного советского прозаика, поэта и драматурга, участника Великой Отечественной войны Хизгилав Шалумова собрались родные, коллеги и просто почитатели его незаурядного таланта. С теплыми словами в адрес выдающегося мастера слова выступил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Хизгилав Шалумов был к современнику большой и многогранной эпохой в жизни республики. Пройдя большую жизненную школу, будучи свидетелем и участником значительных событий XX века, он оставил свой яркий след в истории своего народа. Редактор и корреспондент, научный сотрудник и участник Великой Отечественной войны, известный писатель и общественный деятель, удостоенный многих правительственных наград, таковы верхи биографии Хизгилав Давидовича. Хизгилав Шалумов родился в 1913 году в селении Где, ныне Дербенского района. Писать на родном татском языке он начал еще в школьные годы. Активно публиковался в литературных изданиях, занимался перевозческой деятельностью. Когда началась Великая Отечественная война, вступил в ряды советской армии и дошел до Берлина, где и встретил День Победы. После окончил исторический факультет пединститута, писал повести, новеллы, изучал и любил рассказывать об истории своего народа. Он был очень добрым, отзывчивым, патриотически настроенным человеком и очень любил свое селение. До конца своих дней он был предан Дагестану, родине, Советскому Союзу тогда. Ну и просто он был мой отец. Я очень благодарна ему за то, что он мне оставил свое доброе имя. В большинстве своих произведений Афшалума выступает как сатирик и юморист. Герой его рассказов, Шеми Дервенде, воплощает образ типичного представителя горско-еврейского народа. Новеллы о хитроумном Шеми печатались на страницах республиканских и советских газет и не раз публиковались за рубежом. Он был другом и для старшего поколения, и для поколения нас, тогда молодых писателей. Все шли к нему за советом, потому что этот человек мог примирить всех, мог всех понять. Он был не только народным писателем, он был народным человеком. Такие личности, как Хизгил Афшалума, формировали культуру и литературу родного края, отмечали выступающие. Своим творчеством он прославлял не только свой народ, но и весь Дагестан. Призер конкурса, учитель года 2023, учитель математики, многопрофильного лицея номер 30, Мадина Юсуфова о конкурсе. Это было очень интересно, это было очень познавательно. Это, знаете, как выйти из зоны комфорта. Вот мы привыкли давать свои уроки, никуда не выходить, никто нас не видит, и мы никого не видим. А тут надо было выйти, причем выйти так, чтобы тебя оценивали. Сидели люди и вот как бы ставили, давали тебе оценку. Это было достаточно сложно, но и интересно. Это огромный обмен опытом, вот просто колоссальный. Столько нового я узнала на этом конкурсе от коллег своих. Причем не обязательно, чтобы эти коллеги были именно преподаватели математики, учителя математики. Это были учителя совсем разных дисциплин. Но это, я же говорю, как выйти из зоны комфорта, посмотреть на других. Посмотреть, насколько интересно можно преподавать и свой материал, вообще преподавать. Очень считаю, что я выросла за этот конкурс в плане педагогики, прям вот колоссально. Очень многому научилась. Благодарна конкурсу, благодарна его организаторам. У нас тоже встречали в правительстве, вручали грамоты. То есть, вы знаете, что приятно, что хочу отметить, уделяют огромное внимание учителям. Вот это приятно. Это мотивирует работать, дает такие силы на новые какие-то интересные проекты и так далее. А конкуренция какова была? Конкуренция была просто сильнейшая. И вы знаете, так это было приятно. Видя, что учителя с разных регионов, с разных уголков Дагестана являются такими профессионалами. Вот просто замечательные учителя были. Мы с ними вот, что самое, наверное, важное и самое приятное, мы с ними остались в таких замечательных отношениях. Вот вроде бы конкурс должны были быть где-то конкурентами друг к другу. Вообще этого не ощущалось. Мы были такой, вы знаете, одной дружной, сплоченной командой. И я надеюсь, что эта дружба, могу уже смело назвать это дружбой, она будет продолжаться. И мы будем продолжать общаться и где-то делиться своими эмоциями, опытом. Потому что там были собраны такие учителя, которые хотят развиваться. Вот это было самое важное, наверное. Потому что все твои конкуренты, они были люди, которые хотят развиваться, хотят расти, хотят быть лучше, чем были они вчера. То есть это важно. В историческом парке «Россия. Моя история» проходит мультимедийная выставка «Русский Азов», запущенная фондом «Перспектива» совместно с Российским историческим обществом. Здесь впервые представлена история городов побережья Азова, в прошлом году вновь ставшего внутренним морем России. В Махачкале экспозиция продолжит работу до 25 июня включительно. Вести спорт Около 150 борцов вольного стиля из 12 стран примут участие в 53-м международном турнире памяти Али Алиева. Мемориал состоится в Каспийске с 19 по 21 мая. Участники разыграют медали соревнований в 10 весовых категориях. Погода Дагидрометцентр сообщает. Сегодня по районам республики ожидается. На юге республики местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 18-23, местами до плюс 26. В горах 10-15, местами до 21 градуса тепла. В Махачкале без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 21-23, тепла, вода в море 19 градусов.